добрый день сегодня мы с вами научимся вязать простые восьмиугольные мотивы а также рассмотрим способ соединения таких мотивов в полотне для работы мы будем использовать пряжу двух различных оттенков и крючок приступаем к выполнению мотива набираем цепочку из 8 воздушных петель соединяем в кольцо выполняя соединительную петлю первую воздушную образовалась колечко далее 3 воздушные петли подъема и 1 по узору затем в колечко провязываем 3 столбика с одним накидом далее будем чередовать 1 воздушная петля снова 3 столбика с одним накидом 1 воздушная петля и группа из трех столбиков 1 воздушная петля и снова группа из трех столбиков и так мы продолжим до конца ряда всего групп по 3 столбика должно быть 7 выполнили 7 повторений по 3 столбика с одним накидом теперь 1 воздушная петля и нам остается провязать в колечко еще два столбика с одним накидом 1 2 затем выполнить соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема и закончить ряд далее выполняем еще одну соединительную петлю под воздушную петлю затем 3 воздушные петли подъема и еще 5 по узору под воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом далее уже под следующую воздушную петлю мы должны провязать столбик с одним накидом затем 5 воздушных петель и в эту же петлю столбик с одним накидом далее снова под следующую воздушную петлю столбик с одним накидом 5 воздушных петель и в эту же петлю столбик с одним накидом и так мы будем провязывать до конца ряда заканчиваем выполнение ряда и после столбика с одним накидом выполняем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема ряд закончили далее еще одна соединительная петля под парочку из 5 воздушных затем 3 воздушные петли подъема и в эту же арочку два столбика с одним накидом затем 2 в 3 воздушные петли и снова в эту же арочку еще три столбика с одним накидом теперь одна воздушная петля далее уже в следующую арочку провязываем 3 столбика с одним накидом затем 3 воздушные петли и снова в эту же арочку три столбика с одним накидом далее 1 воздушная петля и мы повторяем сначала подарочка выполняем три столбика с одним накидом затем 3 воздушные петли и снова три столбика с одним накидом в эту же арочку и так мы будем выполнять до конца ряда мы заканчиваем выполнение ряда и провязала одну воздушную петлю и теперь выполняем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема ряд мы закончили далее провязываем еще три соединительные петли вводим крючок вершинку следующего столбика первое затем вершинку второго столбика вторая и под арочку третья соединительная петля далее 3 воздушные петли подъема и под арочку мы должны провязать 3 столбика с одним накидом затем 3 воздушные петли и в эту же арочку еще 4 столбика с одним накидом далее столбик без накидом под воздушную петлю затем в следующую арочку из трех воздушных провязываем 4 столбика с одним накидом 3 воздушные петли и в эту же арочку еще 4 столбика с одним накидом затем столбик без накида под воздушную петлю и так мы будем с вами выполнять до конца ряда мы заканчиваем выполнение последнего ряда я провязала столбик без накида и теперь провязываем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема наш мотив готов далее мы с вами рассмотрим как правильно соединить такие мотивы в полотне наш первый мотив связан полностью а во втором мотиве я частично не довязала последний ряд то есть я не довязала два вот таких лепесточка из 8 и в процессе выполнения последнего ряда мы выполним присоединение в двух местах мы должны сложить наши мотивы изнаночной стороной вовнутрь таким образом при этом мотив который не довязан он сверху выполняем последний ряд во втором мотиве я уже провязала под арочку 4 столбика с одним накидом теперь мы выполняем одну воздушную петлю арочки из трех воздушных петель готового мотива в центральную петлю мы вводим крючок и выполняем столбик без накида затем одна воздушная петля мы продолжаем вязать последний ряд в эту же арочку мы должны выполнить 4 столбика с одним накидом далее столбик без накида под воздушную петлю в следующую арочку 4 столбика с одним накидом затем одна воздушная петля и второе присоединение сложили наши мотивы и уже в следующей арочке из трех воздушных петель в центральную петлю мы вводим крючок и также провязываем столбик без накида 1 воздушная петля и продолжаем вязать последний ряд во втором мотиве в эту же арочку еще 4 столбика с одним накидом затем столбик без накида под воздушную петлю и мы заканчиваем выполнение второго мотива соединительная петля в третью воздушную петлю подъема сам мотив мы довязали и выполнили соединение двух мотивов между собой в двух местах далее мы с вами рассмотрим как правильно соединить присоединить мотив полотне когда уже связано несколько готовых мотивов наш четвертый элемент связан не до конца часть последнего ряда не довязана и этот мотив полотне мы будем присоединять сразу к двум мотивам в двух местах к мотиву который расположен выше в полотне и затем в двух местах к мотиву который расположен ниже полотне мы также складываем наши мотивы изнаночной стороны вовнутрь после четырех столбиков с одним накидом выполняем одну воздушную петлю затем в центральную петлю из трех вводим крючок в арочке готового мотива и провязываем столбик без накида далее 1 воздушная петля мы продолжаем вязать последний ряд 4 столбика с одним накидом далее столбик без накида под воздушную петлю и в следующую арочку снова 4 столбика с одним накидом затем 1 воздушная петля следующее присоединение складываем мотивы точно так же теперь снова в следующую арочку в центральную петлю вводим крючок и провязываем столбик без накида 1 воздушная петля и и продолжаем вязать четвертый мотив 4 столбика с одним накидом под арочку затем столбик без накида под воздушную петлю и в следующую арочку также 4 столбика с одним накидом мы частично уже выполнили присоединение то есть к одному мотиву четвертый мотив уже присоединили в двух местах и сейчас уже выполняя этот лепесточек присоединимся к следующему мотиву складываем изнаночную сторону вовнутрь и продолжаем вязать последний ряд выполняем одну воздушную петлю в центральную петлю арочки провязываем столбик без накида затем 1 воздушная петля и снова 4 столбика с одним накидом под арочку столбик без накидом под воздушную петлю в следующую арочку 4 столбика с одним накидом и последнее присоединение 1 воздушная петля и снова в центральную петлю из трех готового мотива столбик без накида 1 воздушная петля и мы довязываем последний ряд в четвертом мотиве 4 столбика с одним накидом под воздушную петлю столбик без накида и заканчиваем ряд выполняя соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема присоединение мы выполнили посмотрим что получилось мы сейчас с вами выполнили присоединение четвертого мотива сразу к двум мотивам в полотне и получилось вот такое интересное разноцветное полотно сегодня мы с вами научились связать простые восьмиугольные мотивы а также рассмотрели способ соединения таких мотивов в едином полотне я желаю вам творческих успехов и и вот 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 вот